Друзья, всем здорова, с вами проект Ферум Лайв, я Сергей Шихайлов и самое важное объявление за все это видео. В кабинете очень жарко, я покушал бананчик, мошка эта унюхала и прилетела с неизвестного направления кружить перед камерой. Поэтому, если эта гнида влетит в кадр, я наперед приношу свои глубочайшие извинения. Сегодня мы будем говорить про Nokia 3.1, коробочка, телефон, комплектация. Распакуем, в принципе это уже произошло, но мы про комплект капельку поговорим, скажем вот так вот. Соберем ваши вопросы и главным образом это видео для этого и снимается. И потом на базе этих вопросов мы сделаем обзор и опыт использования этого аппарата. Так что, если у вас есть что спросить про Nokia 3.1, она же Nokia 3 2018, не стесняйтесь комментарии этого ролика в вашем полном распоряжении. Давайте спилкуваться. Поехали по вашим же, собственно говоря, просьбам. В самое начало видео мы забрасываем характеристики смартфона. Начнем с аккумулятора на 2990 мАч. Аппарат получился очень тоненьким, очень легеньким и вообще охренеть компактным. Но об этом чуть-чуть позже. И тут аккумулятор почти на 3000. 2990 мАч. Это очень хорошо. Дальше. Процессор у нас восьмиядерный. Mediatek. Да, я знаю, я тоже не сильно обрадовался Mediatek. Я надеялся, что Qualcomm навсегда. Но, окей, будем мириться. Конкретнее модель MT6750N. Оперативки 2 или 3 гигабайта. Встроенной памяти 16 или 32. Помимо того, у нас здесь имеется поддержка LTE сетей. Это очень хорошо. Wi-Fi 802.11. ABGN AC. Bluetooth 4.2. GPS от GPS. GLONASS. Beidu. Поддерживается. Android 8.0 с коробки, пожалуйста, принимайте. Так, что еще? Разъем 3.5 миниджек у нас присутствует. Экран 5.2 дюймовый HD+. Вытянутый соотношением 2 к 1. Прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass. Что еще? Камера основная на 13 мегапикселей. Фронталка на 8. Производитель говорит, что как за эти деньги фоткаем мы от ОКО. Посмотрим. Я надеюсь. Ну и разъем microUSB. Поддержка карт памяти имеется, конечно же, до 128 гигов. Суммарно все, что я вот сейчас назвал, это очень неплохо вписывается в понятие бюджетник. Nokia просит, вернее, планирует просить на старте продажи этого смартфона в Украине за эти функции 170 баксов. Если вы уже собираетесь писать мне, какой Xiaomi можно взять за эти деньги, не надо этого делать. Я знаю, какой Xiaomi можно взять за эти деньги. Оставим это. Что интересного может за свой бюджет предложить смартфон, кроме уже озвученного мною, мы поговорим немножко позже. Для начала комплектация. Как выглядит коробка, вы сейчас видите прекрасно. В комплекте нас ждет microUSB кабель. Толстенький. Я уже им попользовался. Действительно, кабель хороший. Не разваливается. Адаптер на 1 ампер. Забегая наперед, я скажу, что заряжать его 2 амперным зарядником до попы он заряжаться будет так же в плане скорости. Я капельку с устройством уже успел поиграться. Скрепочка для изъятия лотка под симки. Мы ее не будем убирать, она нам понадобится. И гарнитура. Очень приятно иметь в комплекте с бюджетником. Гарнитуру из коробки, не надо ее докупать. Что она из себя представляет? Мы ее закидываем в кадр. Мы не будем ее прям супер внимательно рассматривать. Я вам сам наушничек вот сейчас покручу, поверчу и вы увидите, что это, скажем так, классика, проверенная временем. Я помню что-то очень похожее еще в телефонах Nokia 2000-х годов. Таким образом у нас выглядит мини-джек. И по количеству делений вы можете догадаться, что это не просто наушники, это гарнитура. Вот у нас тут имеется... Боже, я пытаюсь поймать блик. И когда вам надо, его нема. Вот, как вы видите по вот этим вот дюрочкам, вот у нас это гарнитура. Они просто наушники из коробки. И это очень приятно. Почему я оставил здесь вот эту штуку? Сразу же мы перейдем к смартфону. Сразу же я сделаю то, что хотел сделать, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, скажем так. И извлеку лотки. Как вы видите, у нас их цвай. Так, и как вы видите, в один из них можно установить карту памяти microSD, ту самую до 128 гигов. Сюда же можно установить две nano-симки. Это очень правильно. Молодцы! Пожалуйста, уважаемые производители смартфонов. Если вы ленитесь создать лоток один, куда можно установить сразу три карточки, делайте хотя бы вот так. Это правильно и это хорошо. Что еще из очень интересного, мне хочется сказать сразу, чтобы не забыть. Вот мы переводим фокус на экранчике смартфона. Я сразу сделаю яркость чутка пониже. Так она вроде вам не сильно глаза выжигает. И мы сразу увидим, что у нас есть FM-радио в смартфоне. И мы сразу увидим, что у нас вот есть сразу приложение Google Pay. То есть NFC робо. И это очень хорошо. Теперь быстренько по внешности девайса. Фронтальная панель, как вы видите, у нас тут имеется 2 к 1 дисплейчик, как нам и обещали. Прикрыт он скругленным по корпусу закаленным стеклом. Логотип Nokia родненький. В любимом для меня месте в Nokia... Бог ты мой, позорище, Сережа. 920. В Lumia 920 логотип живет тут же. Разговорный динамик. Фронтальная камера. Где-то тут у нас и датчики приближения и освещения. Кнопки, как вы видите, у нас отрисовываются непосредственно на экране. Тыльная сторона. У нас приютила кого? Правильно, еще один логотип Nokia. Сдвоенная камера. Да хрен там это на самом-то деле камера и вспышка на островке. Скажем, что она тут выступает, но об этом чуть-чуть позже. Вот сверху у нас живет микрофончик, его отверстие. И как бы гравировочка, условно скажем, Android One. Аппарат является частью программы Android One. А значит, примерно 4000 лет еще будет получать. В числе хотя бы относительно первых обновлений АПО чистого Android. Без всяких там кокашек. То есть, если вы любите чистую систему, аппарат вам, я вам, тоже понравится. На правом ребре у нас находятся кнопочки включения и качелька регулировки громкости. На левом уже открываем открытые мною ранее лоточки под карты. Сверху у нас живет мини-джек. Снизу у нас находится... Есть фокус. Снизу находится микро-USB, микрофончик основной и мультимедийный динамик. Плюс, вы видите, тут у нас имеются разделители пластиковые. Тут вы по контуру видите блестяшку красивенскую. Это снятые фаски на металлических ребрах смартфона. Спереди у нас стекло, сзади у нас пластик. Ребра у нас металлеви. Это, в принципе, хорошо. Аппарат ощущается действительно очень приятно. Что я хотел сказать относительно той самой камеры. Я, наверное, даже вот так вот прям ее возьму. Прям так, чтобы, ну, вообще рядышком. И я надеюсь, что вы сможете это разглядеть. Камера, она как бы выступает над уровнем корпуса. Но вот сам ободочек вокруг камеры, он выступает над камерой. А значит, когда вы возложите смартфон вот так вот на стол, камера не будет контактировать со столом и царапаться не будет. Вот в таких деталях вся вот красота и кроется. Вот вроде бы как, блин, скучнятина. А на самом деле нет. Даже на такой мелочи кто-то запарился. И вот таким вот людям Сережа оставил бы памятники. Двигаемся дальше. К сожалению, сканер отпечатка пальцев у нас нема. Это бюджетное устройство. Но устройство безумно приятное в плане эргономики. Я был на презентации новых смартфонов Nokia. И там мне вот эта малютка безумно сильно запомнилась из-за эргономики. Это практически iPhone 7 в плане эргономики. Это еще не SE, скажем так. Но 7-ка, да. Это именно тот случай. Держать в руках безумно приятно. На ходу использовать безумно приятно. По-моему, мы за что-то такое... Ну, мы за такое что-то и боремся. Для того, чтобы еще чего-нибудь интересное показать в этом видосе, мы опять закинем смартфон в центр кадра. Мы откроем фотографии. Вы увидите, что я что-то уже успел наснимать. Но я пока это что-то не разглядывал, вы обязательно в конце ролика на эти фотографии посмотрите. Я успел прогнать вам вместо Antutu Geekbench. Вот, вы можете посмотреть, сколько это устройство там набирает. Я еще как пельку сброшу яркость. Верну вам, например, вот этот скрин. Еще раз покажу вот этот. И отвечу на вопрос, почему нету прогнанного Antutu, как обычно мы делаем в распаковках. Его нету по одной простой причине. Это тестовый образец. И на нем по непонятным причинам Antutu просто не прогоняется. Поэтому, извините, принимайте Geekbench. Так, больше скринов у нас, конечно же, будет в обзоре. Но сейчас я вам покажу результаты по автономности сразу же. Почти 5 часов экрана с максимальной подсветкой устройство разряжалось в Geekbench. Так, вот вам показатель в Antutu тестер. И вот вам показатель в PC-Mark. В разряжалке батарейки. Тут у нас почти что 7 часов экрана. То есть по автономности все предположительно, но прям таки очень неплохо. Я надеюсь, что аппарат еще сможет меня чем-то порадовать. Я пока с ним поигрался самую малость. Но, в принципе, мне он кажется многообещающим. И в плане эргономики, и в плане чистого Android. Возможно, с интересной камерой, наличием NFC, что как бы даже для меня в последнее время очень интересной вещью является. Короче, как минимум, непогано. Перед прощанием, как и обещал, вы вот прям сейчас видите на своих экранах примеры фотографий и видео, которые я успел наштопать на камеры этого смартфона. Их совсем немного, но для первого ознакомления, я думаю, достаточно. Наслаждайтесь и пишите в комментах, что вы думаете о фотовозможностях Nokia 3.1. На этом на сегодня все. Еще раз напоминаю, что данное видео снималось для того, чтобы у каждого желающего была возможность оставить свой вопрос по распаковываемому девайсу, который сегодня Nokia 3.1. Вот там вот в комментах под этим роликом делаем это. И мы на эти вопросы отвечаем либо в рамках обзора, который выйдет на YouTube-канале Ferrum.com, либо в рамках опыта использования этого самого аппарата, который выйдет прямо на этом канале, на YouTube-канале Ferrum Live. В описании ролика ищите ссылочки на это устройство в различных интернет-магазинах, а также линк на гэшбэк, который поможет вам экономить денежку на покупках в интернете. С вами были Сергей Шихайлов, проект Ferrum Live. Тыкаем лайки, подписываемся на канал и делимся этим видео со своими друзьями. Это очень нам помогает. В офисе очень жарко. Я пошел. Пока-пока.